в своей жизни уже, даже сам того не понимая, если, вот, и действительно в этом мире все чудесно Бог создал вообще, просто люди пустились во всякие свои помыслы, а так, изначально все чудесно было хорошо, вот, и, и знаете, друзья, когда вернулся, конечно, я хотел поговорить, ну, вначале со своими родителями, конечно, думаю, я-то опозорился, вот, перед ним, перед Богом предстал, даже за секунду до смерти, не зная, что он вообще существует в природе, понимаете ли, вот, чем обидно было, мне хотя бы, хотя бы за минуту до смерти хоть кто-то предупредил бы, что вот сейчас Бог будет, будь внимательный, Сережа, я же не знал об этом ничего, и поэтому очень глупо себя чувствовал, честно говоря, первые, ну, наверное, секунды, не знаю, пребывания, вот, но это чувство неловкости и глупости, оно быстро ушло, потому что, ну, так хорошо стало вообще, что, как говорится, не в сказке сказать, не первому писать, все было весьма хорошо, потому что, ну, это вот, любовь, это, я не мог сравнить ни с чем, ни мама, ни папа, не все, что я знал раньше, собака моя, вот, все, что я знал раньше, ни с чем нельзя было сравнить абсолютно, вот эта любовь, которую вот там я видел, и даже мысль, вот этот небольшой комплекс, за что, почему, за что мне такое, оно как бы быстро ушло, потому что он просто любит и все, он просто такой, очень хороший, поэтому ничего плохого не могу сказать, вот, он очень хороший и очень добрый, вот, это не подхлемаш, это на самом деле, правда, и, знаете, конечно, вернувшись, пытался поговорить с мамой, с папой, я лишь перепугал родителей, честно говоря, перепугал, и то, я аж хватил ума не все карты раскрыть сразу, вот, ну, даже это уже было поводом к испугу, мама считала, маму, потому что тоже напугали врачи, конечно, они сказали, что это не без последствий, может быть, там, значит, там, и, как бы, понимаете, галлюцинации какие-то, там, или что-то еще, вот, но, знаете ли, это была не галлюцинация, это была реальная жизнь, она более реальная, в том реальном измерении пространства, можно так выразиться, более реальном, чем эта реальность, я мог бы насквозь эту кафедру так пройти, не потому, что я нереальный, потому что, на самом деле, она не такая реальная, она реальная, но эта реальность, она не такая реальная, она как отблеск, или копия, или отзвук, вот это вот, мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо, мы эхо Бога, а Бог эхо наше, он, как бы, отзвук наш, это потрясающе вот такое, тоже для меня было сравнение, вот, мы созданы просто друг для друга, Бог нас создал для себя самого, просто, вот, действительно, это, это, это так, и, конечно, мне очень хотелось с ним пообщаться, вновь, первые дни, значит, были более-менее нормально, без Бога провести, как бы, ну, я понимал, что он где-то рядом, но, как с ним начать разговор, я не знал, у меня был только лишь один опыт, это вот, заболеть, умереть, поговорить с ним и вернуться в тело, и проходили уже недели, мне было так тяжело, так все достало, что, вот, я хотел с ним поговорить, как поговорить, я не знал, другого не было у меня сценария просто-напросто, поэтому я, сидя в школе, додумался до такого сценария, специально накупить мороженого, простыть, заболеть, вот, специально, так что, я был готов рискнуть еще раз даже, хотя было тяжело болеть и тяжело умирать, было вообще страшно было даже умирать, страшно, но я был готов рискнуть еще раз даже, я думал, раз мне повезло в жизни, может, повезет еще раз, вот, но я хотел хотя бы секундочку ему в глаза посмотреть, хотелось мне, И хотя бы немного с ним что-то сказать, поговорить Вот и все У меня, я был готов на это уже Вот, даже не думал о последствиях И представляете, значит, слава Богу, не дошло к делу до мороженого Вот, и до простуды, значит Той же ночью я видел сон Конечно, я плакал, значит, и мне очень хотелось с ним увидеться Но я не знал, как И видел сон Во сне, одним словом, я научился с ним разговаривать, не выходя из тела Во сне было показано, да как игра Там мальчики и девочки были, их было много И они как бы играли с Богом Там Бог в этом сне был, но его не было видно, самое интересное Но он там был очень четко Ощущение было такое, что вот, как я вот Первый момент смерти был перед ним Вот это потрясающее ощущение, оно сохранялось В этом сне потрясающее А что он там Но самое интересное, я его глазами не видел Я не видел его там Я видел только этих мальчиков и девочек А Бог был как бы, он как бы закрыт Как бы, вот такой как бы, как назвать, не знаю Это Ширма, не Ширма Экран, не экран, но вот он был закрыт как бы Да, значит, и вот И, ну я понимал, что он там, он здесь Вот, ну он все видит и слышит И мальчики и девочки это прекрасно понимали все И они мне, как бы, вот, они играли Но для меня это было как бы пример Они ему рассказывали обо всем Во что они играют Чем они сейчас занимаются О себе, о друг друге Они пересказывали ему все Поначалу выглядело немного глуповато Как бы, зачем ему пересказывать Он и так все это знает, как бы И все это видит, и весь процесс игры их И они знакомы ему очень хорошо Но я видел, как им доставляет радость Вот пересказ, сама вот эта вот Манера пересказа Значит, все ему пересказывают И очень хорошо И я во сне попробовал Ну что, попытка не пытка Раз у них получается Я думаю, тоже так поиграю Вот, и Они были чуть младше меня По возрасту все, эти детки И я стал тоже разговаривать с Богом Я говорил ему Пересказывал все Но я, конечно, о своем Что мне очень тяжело Так вот, как-то без него вообще Жизнь не имела Думаю, на свою шею попросился Обратно, вот, значит И как бы, значит И очень сильно жалел об этом, честно говоря И просил его Значит, хоть как-то помочь Ну, я даже не помню всех слов Какие я ему говорил Вот Но я пересказал ему Многие вещи Многие вещи пересказал Что мне тяжело быть одному И знаете, самое интересное И так легко стало во сне Так хорошо Я стал понимать Почему детям этим так хорошо Они, когда пересказывают ему Вот Им очень хорошо становится И мне тоже очень хорошо стало И я проснулся Еще задолго до будильника Еще до первых петухов Как говорится По темну еще Проснулся С нами в одном глазу, конечно И, знаете ли Я закрылся И я решил попробовать Наяву это Раз во сне это так хорошо Думаю, может и наяву это пройдет Поможет мне И как Я поговорю с ним Я не знаю Долго Время там Час Может больше Я просто сидел и решался Никак не мог решиться Начать Думаю, это так глупо В конце концов Думаю Даже контактеры со мной Это умно выглядят Вот Я думаю Сижу как дурак Буду говорить с тем Кого я не вижу сейчас Но потом Думаю, в конце концов Даже если я позорюсь Думаю Даже если это будет и стыдно То это Один на один Никого нету Здесь вообще Сам Ну и ладно В конце концов Прижился Я помню Выглядело может и глупо Как-то Но я Ну что знал То я и делал Я значит Во-первых Я сказал слово Бог Думаю Так, стоп Внимание привлек Что дальше Это я Говорю Сережа Потом Что дальше Говорю Прием Ну как бы Знаете Да Юстус Центру Центр Юстуса Что-то такое У нас такая связь Такая была Да Я вроде как в тылу врага Значит Штирлиц Этим словом Попал Думаю Да Вот это да Попал Значит Но я ему Вот все рассказываю Поначалу было тяжело Вот А потом как-то так вот Я так потихонечку Потихонечку Он больше и больше Понаглею уже чуть Я ему все пересказываю Как вот в школе Мне тяжело Как я пытался Поговорить с родителями Как все очень глупо Выглядит Как на меня На дурака Стали смотреть Вот Как значит там Врачам стали показывать Думали может у меня там Галлюцинация Или что-то еще там Вот значит Вот Как в школе Не с кем было поговорить Даже об этом опыте своем Вообще Даже там Товарищ у меня был один Вместе сидели За одну партой Как раз мы тогда Вот значит Я Журавлев Он Гусев У нас такая птичья фамилия Птичья парта была такая И к доске То он летает То я Вот значит Все нас как бы так Тягает туда Вот значит И у нас много Общих интересов было Кстати тоже С еврейской семьи Вот почему птичья Не знаю Гуси Интересно так Нас двоих посадили Вот в одну парту Вот значит И вот мы сидим Вот значит И много интересов было До того Дома смерти Как бы Потом у нас Уже интересов Уже общих не было Вот то что мне было Раньше интересно Оно стало Совершенно неинтересным Абсолютно И наоборот То что стало интересно До того Я не мог себе представить Вообще что-то будет интересно Когда-то в моей жизни И вот Значит Я ему пытался Порассказать все Он говорит О Серега Так это же Наверное НЛО Наверное Те самые Молчи Вообще не позорься Сейчас все Дамеды недалеко Думаю Переходя подальше Вот Одним словом Вот я Богу Все это пересказал Что мне было Очень тяжело Я ему все Пересказал Это все И так легко стало Как во сне почти Так хорошо Думаю А я парился Как-то Можно и без мороженого И Не болея Вот просто Поговорить с ним И все Пусть он даже Я его и не вижу Пусть даже Я даже уже был готов на это Думаю Нет проблем Готов к этим ограничениям Что я его не вижу И не слышу И даже глаз его Не ощущаю Вот сейчас Но Я понимаю Что он здесь Я же и раньше это понимал Просто думаю Как же я раньше Не догадался Что можно с ним Запросто разговаривать Оказывается Ну и я ему все Просказал Как раз уже вижу Уже долго я с ним Разговаривал Оказывается Смотрю уже Скоро будильник Уже время Но я говорю Ну До связи Короче Да У нас сеанс связи Закончился Я понял что вечерком Мы с ним снова встретимся Вот так здорово Думаю Ну жить можно Да Значит И уже день прошел Уже не в стрессе А уже я ждал Уже вечера того Вечером закрылся Дождался Когда вот Один буду закрылся И так потихонечку Пол голоса Снова Бог Это я Сережа Прием Добрый вечер Как бы В эфире Все мы Вот Были вместе Я снова Все пересказал Хотя я понимал Четко Что он Все это время Пока я был В классе И до школы После школы Он все это видел И в другой школе Учился еще В художественной Как раз в школе Вот он все это видел И слышал Безусловно Он мне Сам процесс пересказа Он такое удовольствие Доставлял Потрясающее Потому что В этом пересказе Знаете Вся жизнь Как будто Она анализировалась По еврейски Называется Хэшбон Подсчет Бон хэшбон Подсчет Всего Что произошло В твоей жизни Это потрясающе Потому что Своими глазами Жизнь видится Совершенно по другому А когда В этом пересказе Она совсем другая Вообще Вот это да Все другое И все прекрасное Вообще Оказывается Даже плохие моменты Пересказываешь Оно все хорошо Вот это да И представляете Значит Так вот Но второй сон Он был еще большим Стрессом для меня То есть В этом первом сне Научился я Разговариваю с ним Не выходя из тела Вот Молитва называется Да мы знаем Теперь это Слава Богу Я теперь это знаю Прекрасно Но Второй сон Он был для меня Очень сильным Культурным Таким шоком Просто В том сне Не буду долго Рассказывать Но скажу Что Я его впервые В жизни Назвал своим отцом Своим папой Я никогда В жизни Даже не додумался Чтобы Творца И Бога Вот такого У меня У меня есть Мой отец Мама Папа Семья Полноценная семья Любящая семья Вот Хорошие родители Все Значит Ну как бы Ну Но Я во сне Назвал его отцом И я называл его отцом И говорил И там было чудо Во сне Это долго Пересказывать Вот И я проснулся Опять-таки Затемно Еще Вернее Засветло Извиняюсь Засветло Проснулся И В таком был стрессе Я не мог прийти в себя долго От этого сна Вот Что У меня есть еще отец Это знаете Вот Как вот Потом Советское время уже сериалы Потом постсоветское началось сериалы Ну Представьте Тебя Растили родители Да Потом вдруг Сын Прости Но У тебя есть еще У тебя есть настоящий отец Где Ну Далеко-далеко Ну Зайфа Центавра Но Но он настоящий Он реальный отец Хо И он такой Я Четко понимал Что это так Проснувшись И Тогда Перед Рассветом Разговаривая с ним Снова выйдя с ним На связь Оправившись от этого Стресса Шока Я Впервые в жизни Назвал его Не только Бог Ну Я сказал Бог Там прием Это Сережа Да Я не знал Ты мой папа Папа Я ему Говорил обо всем Что видел во сне Потрясающий сон Там был огромный лев Который Думал Меня сожрет Просто Но он меня не сожрал А лишь облизывал Радостно очень И Это было настолько Потрясающе Я проснулся таким Облизанным Таким счастливым Знаете Как вот Собака Облизывает тебя От радости Даже это отдыхает Там такой язычище Что Тебя на полуязыка Вот И он тебя Как чупа-чупс Облизывает Значит Потрясающе Значит И С того времени Я знаю Четко Что Бог Он Любимый папа Любимый отец Что он Действительно Очень добрый Очень благой И очень хороший Вот Хочу чем завершить Знаете ли Разговаривайте с ним Общайтесь с ним Общайтесь с ним Вот Никто еще Из тех Кто начал с ним общаться Об этом не пожалел Никто Люди разных Церквей Конфессий Динаминаций Разными словами Конечно Кто не знает Как там Еще Даже кто-то Может там Отче наш Иже На небеси Даже таким образом Он все это видит И знает Он все это видит И знает Самое главное Говорите с ним От сердца Ничего не пытайтесь Скрыть перед ним Вам же лучше будет Действительно Так оно и есть Вот И Разговаривайте Своими словами Вот И Это самое главное Вот Коллективная молитва Это хорошо Но это Знаете ли Налью тех молитв Коллективная молитва Это как вот Верхушка айсберга Блистательная такая Верхушка айсберга А вся глыба Она под темной этой водой И вот То же самое здесь В молитвенной жизни Основная часть Она сокрыта Она от Людей Порой даже от ангелов Скрывается Ну Бог знает почему Поэтому даже дал нам Иные языки Великое благословение Иногда нужно даже И от ангелов И от хороших И от наших Тоже порой надо Кое что сказать Честно говоря Вот В общем то От всех Поэтому Бог Он знает Есть языки Человеческие Есть ангельские А есть такие Что я знаю Что лишь Дух Святой знает Аминь Вот Поэтому Значит Великое благословение Когда мы разговариваем С Ним С Богом Святым Вот И В наших судьбах Происходят Удивительные перемены Удивительные чудеса Вот Я Скажу Давайте Покаемся Примиримся с Ним Те кто еще Не примирились Примириться с Ним Очень просто На самом деле Есть разные Ритуалы Традиции Споведи Таинства Исповеди Но Самое главное Это Сказать Бог прости меня Аминь Аминь Бог прости И скажите Скажите Ему Я принимаю Твою Любовь Я принимаю Твою Великую Любовь Я принимаю Иисуса Христа Спасителем Своим Господом Своим Почему? Потому что Бог Во Христе Примирил С Собою Мир Потому что Бог во Христе Примирил С Собою Всех нас Потому что Он доказал К нам Свою Любовь На кресте Отдав Свою Кровушку За нас Он Доказал Однажды И навсегда Свою Великую Любовь К роду Человеческому Я очень Благодарен Богу Всевогущему И говорю Боже Благодарю 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 За утешу Тебя Благодарю Тебя Господь Боже Всевогущий Слава Тебе И прошу Тебя Позволь Сегодня Всем нам Тем Кто принял Твою Любовь Однажды Принять Сегодня Еще Глубже В себя Внутрь Себя На этом Собрании Твою Любовь Тем Кто еще Не принимал Твою Любовь Сегодня Помоги Открыться Господь Открыть Своё Сердце Свою Разум Для Тебя Впустить Твою Любовь Принять Ее Господь Уверовать Ее Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Боже Самогущий Благослови Боже Самогущий Благослови Народ своим Миром Во имя Иисуса Христа И давайте Скажем Сейчас Такие Слова Отец Мой Бог Мой Благодарю Тебя За Твою Любовь Благодарю Тебя За Жизнь Вечную Я Принимаю Жизнь Вечную Дар Твой Во Христе Иисусе Моем Господе Моем Спасителе Иисус Христос Ты Мой Спаситель Ты Мой Господь И Ни в Ком Другом Нет Спасения Ибо Нет Другого Имени Под Небом Данного Нам Людям Которому Ближало Нам Спастись Только Ты Господь Принимаю Духа Святого Твоего Дух Святой Наполняй Меня И Преисполняй Сейчас О Слава Себе Господь Молитесь На языках Иных Потому что Когда Преисполняемся Духом Святым Погружаемся В Него А Он В нас То Вырываются Воздыханиями Неизреченными Слова Эти Которые Порой Непонятны Ни людям Ни ангелам Никому Только Ему Создателю Нашему Богу Нашему Который Создал Нас По Упросу И Подобью Своему Слава Тебе Господь О Слава Тебе Господь Слава Тебе Слава Тебе Ты Лучше Валя Ты Валя Это Же Валя Валя И Кто Будет Веровать И Грестница Спасен Будет Кто Будет Веровать И Погружаться И Пропитываться Богом Всебогущим Будет Спасен Спасибо Тебе Господь Спасибо Драгоценный Наш Бог И Спасибо Бог Сущий Человек Бог Сущий В нас Растворенный В нас Он Хочет Проникнуть В нас Глупоко И Раствориться В нас Чтобы В нас Войти И Раствориться В нас Спасибо Тебе Господь Спасибо Благоставляю Вас словами Благоставения Священнического Благоставения Коэнов Благоставения Аронова В числах Шестой Главы В конце Шестой Главы Там есть Слова Которую Бог Всемогущий Дал Своему Народу Чтобы Благоставляли Сынов Израиля Такими Благоставениями Сегодня Независимо От Нашей Расы Культуры Национальности Наречия Сегодня Во Христе Иисусе Бог Изливает Свои Благословения На всех И вся Через Сына Своего Господа Иисуса Иисусе 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 Тебя Кризис Призров На тебя Господь Светлым лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратим Господь Лицо Своем На тебя Идас тебе, мил. В имя Иисуса Христа, бешем Иешуа, я Масхиах, Иешуа Масхихейну, бешем. Аминь. Бешем, во имя, шем, имя, бешем, буквально в имени, не просто с именем на устах, а в нем, находясь, опять-таки в нем имеется в виду, во имя Иисуса, буквально в имени Иисуса, в нем, во Христе Иисусе, Аллилуйя. Спасибо, Господь, благослови народ своим миром, Боже, благослови церковь, именованная Сила Духа, Аллилуйя, Сила Духа, Боже всемогущий, потому что действительно не нашими силами. Хо, Господь, не воинством, не человеческими какими силами, но Духом Твоим, Господь, действительно, совершается великое чудо. Благослови, Ворзень, благослови, Господь, землю киевскую, Господь. Боже всемогущий, здесь, Боже, пусть прославится имя Твое Святое. Боже всемогущий, прославится имя Иисуса Христа. И здесь, и в близлежащих этих поселках, селок, городах, пусть славится имя Иисуса Христа. Пусть здесь Господь действительно славится имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Вся земля так долго на цей день чекала, Колылин из неба чистый сильный дождь, Коли сонце правди порозгонить хмари, Коли пісню счастья заспіває хтось, И цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в светле майбуття, Через свого Сина всемогутній Батько нам дарую ріки вічного життя. Иисусу слава, Иисусу слава, Лунає пісня над скилами Дніпра, Иисусу слава, Иисусу слава, Співає вільна Україна, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Співає вільна Україна, Иисусу слава, Присаживайте руки, Прославляйте Сина! Він єдиний Бог, Він своєю кров'ю розірвав кайтани, Он достоин славы, Иисус Христос. Иисусу слава, Иисусу слава, Она есть песня над спилами и кран. Иисусу слава, Иисусу слава, Спевает вина Украина. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Спевает вина Украина. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Обиски Иисусу Христу. Аллилуйя, Бог, 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 Бог за Твоё присутствие внутри нас и вокруг нас. Спасибо Тебе сразу. Мы почитаем Тебя на этом месте. Спасибо Тебе за все удачи. Слава нашему Господу. Братья и сестры, Бог благ. Аминь. Милость и Вовремя. Слава Иисусу Христу. Спасибо. Я сегодня очень благодарен. Очень благодарен. Спасибо за слово. Присаживайтесь, дорогие. Присаживайтесь. Слава Иисусу Христу. То, о чем говорил отец Сергий. Вопрос не в том, чтобы просто окунуться под воду. Вопрос в том, чтобы взять природу этого рассола. Аминь. Мы окунаемся и мы кресимся во Христа Иисуса. И нам нужна Его природа. Аминь. Поэтому, когда мы её впускаем в себя, когда совершается баптизм. Баптизм. Аминь. Потому что мы становимся все причастниками Его Божественного естества. Аминь. Потому что Дух Божий тогда в тебе. Вот почему покаяние и крещение водное всегда проходило одинаково в одно время. Сразу. Потому что возрождение свыше. И ты сразу вбираешь природу Божью в себя. Аминь. Сразу. Слава Богу. Хорошо, братья и сёстры. Чудесное время. Мы заканчиваем наше собрание. Сейчас мы сделаем последнее, что мы сейчас сделаем. Сегодня в официальной части мы соберём приношение добровольное. Вот. И я хочу, чтобы мы открыли второе послание к Коринфянам. Всем известное. Девятую главу. Буквально. Я не буду много говорить. Вы все научены Господом уже. Вот. Ну, скажу несколько. Процитирую некоторые слова апостола Павла. Девятая глава второго послания к Коринфянам. Апостол Павел пишет в контексте финансового служения. При этом скажу. Кто сеет скупы, тот скупы и пожнёт. Шестой стих. Кто сеет щедр, тот щедрый и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца. Не с огорчением. И не с принуждением. Ибо доброход надающего любит Бог. А Бог же силённо похотит вас всякой благодатью. Чтобы вы всегда и во всём, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано. Расточил, роздал нищим, правда его пребывает воверь. Дающий же семя, сеющему в хлеб пищу подаст и обилие посеянному вами и умножит плоды праведности вашей. Так чтобы во всём были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Аминь. На этом остановимся. Смотрите, братья и сестры, о чём учит нас апостол Павел? Апостол Павел учит нас некоторым принципам. Он говорит, в нашем даянии мы должны быть и доброохотными, и это должно быть добровольно, без принуждения. Аминь. 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 Мы не даём из страха, мы даём из той любви, которую Бог излил на нас. Аминь. Мы не боимся ничего, мы уже приняты. Друзья мои, ты уже ребёнок Божий, ты уже принят в Его семью. Нечего уже бояться. Но именно из-за того, что ты принят, из-за того, что Его природа, то, о чём мы говорим, наполняет твоё сердце, то Он, будучи щедрым, сделал нас щедрыми на всякое доброе дело. Аминь. Аминь. Чтобы вы молились дома и получали откровение, мы собираем сейчас финансы на видеокамеру, да, она стоит 18 тысяч, у нас есть 8, да. Значит, что это за видеокамера, я вам объясню. Во-первых, это будет картинка совершенно другая, другое, она подключается к нашему пульту. Звук будет абсолютно другой. Если вы понимаете, что такое смотреть прославление нормальной картинки и звуки зала, это одно. И когда звук по кабелю записан, это совершенно другой уровень. Это совершенно другой уровень. Такое ощущение, что вы находитесь непосредственно уже в зале, вы как бы в присутствии в этом находитесь. Тогда можно сказать, зачем такие растраты. Но я хотел бы, чтобы наши видеослужения, которые будут выкладываться, а дальше они будут выкладываться в интернете, чтобы они были хорошего качества. Чтобы люди, которые будут смотреть видео, могли окунуться буквально вот в это присутствие, которое мы здесь переживаем. И я думаю, что от славы в славу, от веры в веру, мы постепенно будем двигаться в этом направлении. И уже определенная сумма собрано. Поэтому, друзья мои, смотрите в свои сердца. Бог пребывает в сердце каждого из вас. Бог знает, что и как, и куда, и как действует. Аминь. Сходим в наши головы, я помолюсь. Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю тебя, Господь, за то, что ты даешь семя сеющему и хлеб в пищу. И я благодарю тебя за каждого из нас, за то, что мы не голодаем, за то, что у нас есть работы, за то, что у нас есть финансы. И мы знаем, что за всем этим стоишь ты, Господь. И я благодарю тебя, Господь, за то, что ты говоришь сердце каждому из нас, как и когда и куда сеять. Мы благодарны Тебя, Господи, за то, что мы знаем, что Ты также и в наших финансах участник, и в наших финансах тоже. Спасибо Тебя за это, Отец, и я благодарю Тебя за каждое семя, и я прошу Тебя, умножь каждое семя сегодня, Господи, кто принес сегодня в Дом Твой, чтобы мы действительно были богаты на всякое доброе дело. Тебе, единому Богу, сотворившему Вселенную, мы возьмем всю славу и честь, хвалу и все величие. Бои сегодня наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Иисусу Христу. Давайте сеять, и давайте еще будет время общения. У нас чайники уже закипели, и мы будем немного иметь еще общение. Размущаем. Слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя.